Все началось еще в 2017-м. Тогда предприниматель, назовем его Иван, два месяца не передавал показания в Барнаульскую горэлектросеть. Когда передал количество потребленной энергии, специалистов предприятия сильно удивило. Чтобы было понятно, 199 киловатт-часов, ну это потребление двухкомнатной квартиры. А мы говорим о здании, площадь которого составляет 777 квадратных метров, находится в центре города Барнаула. Служба мониторинга горэлектросети установила, что электроэнергия потреблялась без учета, хотя пломба на счетчике была. Предпринимателя такая постановка вопроса не устроила. Он решил провести независимую экспертизу, которая, к слову, лишь доказала правоту сетевиков. По суду мужчине предъявили долг более чем в полмиллиона рублей. Учитывая, что суды длились больше двух лет, сумма долга выросла до 800 тысяч. Ну а далее все как по сценарию. Было выявлено и арестовано нежилое помещение, принадлежащее должнику, находящийся в городе Барнауле. Данное имущество было передано на реализацию в Межрегиональное территориальное управление Росимущества по Алтайскому краю и Республике Алтай. И таким образом все требования исполнительных документов, входящих в состав сводного исполнительного производства, были исполнены в полном объеме. Свои средства Горсеть после продажи здания все-таки вернула. А вот предприниматель подсчитывает убытки, ведь если бы он сам задумал продать недвижимость, выручил бы в разы больше. На предприятии говорят, этот случай прецедент, но чтобы избежать таких, нужно соблюдать определенные правила. Обязан контролировать работу своих приборов учета потребитель. Подчеркиваю, безучетное потребление электрической энергии – это любое вмешательство в работу прибора учета. Хочу подчеркнуть, что если Барнаульская Горэлектросеть составляет акт о безучетном потреблении электрической энергии, и абонент не оплачивает его, то мы, естественно, будем защищать свои интересы в суде. А суд, как правило, стоит на нашей стороне, потому что мы всегда действуем в соответствии с законодательством. Ну а наш предприниматель, к слову, должен был не только местным сетевикам. Приставы Тульской области после продажи огромного здания тоже получили свое. Оказывается, бизнесмен из Барнаула не торопился и там платить налоги и оплачивать штрафы. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.